Всем добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире КФУ Лайф. Я его ведущий Роман Полинсков. Мы продолжаем, как всегда, продолжаем серию прямых эфиров, посвященной приемной кампании в Казанский Федеральный Университет 2023 года. Сегодня у нас в гостях Институт экологии и природопользования. Сразу представлю спикеров, которые сегодня будут отвечать на наши вопросы. Это, как всегда, наш дорогой друг Тимур Ренатович Уходеев, заместитель директора по международной деятельности. Тимур Ренатович, рады видеть. А также рады видеть Кима Олеговича Потапова, старшего преподавателя кафедры по общей экологии. Коллеги, преподаватели, благодарствуем, что нашли время к нам прийти. И начнем уж по традиции, наверное, Тимур Ренатович. Есть хорошие новости? Ну, во-первых, мы рады поприветствовать наших абитуриентов в очередной раз. У нас выдалась возможность с вами пообщаться, пообщаться в таком формате. Мы призываем вас задавать нам вопросы, если таковые еще остались после серии дней открытых дверей, если вы не посетили или что-то не успели нам задать. Если вдруг в процессе этого эфира у вас вопросы, ваши вопросы останутся без ответа, или вы не успеете их задать и вы будете смотреть этот эфир в повторе, то вы также можете на сайте университета найти наши контакты. Там есть, например, мой номер телефона. И можете задать все интересующие вопросы по нему. Близится тот момент, когда вы должны определиться уже с будущей профессией. Это сложный выбор. И действительно вам имеет смысл, если вы еще не определились, ознакомиться с деталями, с насыщенностью каждого из направлений потенциальных и безошибочно, так сказать, сделать правильный выбор. Ким Олегович, есть ли что добавить? Что добавить? Пожелать только. Сделать правильный выбор. Сдать хорошо ЕГЭ близится в этот момент. А это безусловно. Сдать ЕГЭ – это безусловно. Спасибо за водное слово, за теплые слова на пустырь нашему абитуриенту, чтобы смотрели нашу программу. У нас, как всегда, есть заготовленные вопросы, которые абитуриенты отправляли ранее, но прежде чем мы к ним перейдем, хочу с Ким Олеговичем пообщаться. Кафедра общей экологии. Как живет, чем дышит, что интересного там есть? Кафедра общей экологии. Так, в двух словах, конечно, очень трудно характеризовать всю ту деятельность, которая есть на кафедре. У нас, в общем-то, большой разносторонний творческий коллектив и интересные темы все вновь и вновь появляются на кафедре. Это связано и с какими-то приоритетными кафедральными направлениями, и с инициативными всякого рода проектами. Новое у нас все время что-то новое. То есть сказать, что мы где-то чего-то, как сказать, зависли на каком-то моменте, это, конечно, нет. У нас довольно молодой коллектив в целом, и каждый раз какие-то новые проекты мы реализуем. Кафедра общей экологии – это та кафедра, на которой, интересы которой, в общем-то, распространяются на окружающую среду, на биологические в основном объекты окружающей среды и природной среды. И, Тимур Ринатыч, подскажи. В общем, у нас это одна из самых креативных кафедр, но кафедр у нас в институте шесть. Таким образом, каждый из абитуриентов сможет найти направление и руководитель из той кафедры, которая будет ему ближе. Замечательно. Давайте теперь по стандартным вопросам. Из эфиров в эфир мы должны все-таки их проговаривать, потому что ротация наших эфиров, она очень большая. Сколько мест в этом году на бюджете? Вот такой первый вопрос. В этом году мест у нас больше, чем в прошлом, и это радует. Это хорошая новость предыдущего эфира, по-моему, да? Это хорошая новость предыдущего эфира. Вот-вот на сайте появятся актуальные цифры. Эти цифры будут выше, чем предыдущие. Они еще не появились, но вот-вот появятся. Я напомню, что у нас традиционные направления нашего института, говоря про бакалавриат, это экология предупользования. И туда вы можете поступить с широким набором дисциплин. Так, это биология и русский. И на выбор математика или химия, или география, или информатика. Следующее направление – землеустройство и кадастры. И туда вы можете поступить, сдав математику и русский. И третьим предметом на выбор – физика или химия, или география, или информатика. Следующее направление – гидрометеорология. И туда вы поступаете по географии русский. Третий экзамен на выбор – математика или биология, или информатика. Почеловеднее. Биология русский. Третьим предметом – математика, или химия, или география, или физика, или информатика. Тут мы уж оторвались. И биотехнология – новое направление. Оно реализуется второй год. И в этом году есть бюджетные места, 15 бюджетных мест. Туда попасть можно, сдав математику и русский. И в качестве третьего испытания – биология, или химия, или физика, или информатика. По количеству мест. Экология и предупользование – самое крупное наше направление. 55 бюджетных мест. Землеустройство и кадастры – 25. Гидрометеорология – 25. Почеловедение – 25. И биотехнология в этом году – 15 мест. Я уверен, что нас смотрят также и выпускники этого года. У нас группа ВКонтакте – очень живая группа. Там состоят все наши студенты, выпускные курсы в том числе. И вас приглашаем поступать в магистратуру, где также традиционно есть бюджетные места. Экология и предупользование с профилем экологической безопасности – 21 бюджетное место. Экология и предупользование с профилем системной экологии – 14 мест в этом году. Землеустройство и кадастры – 13 мест. Гидрометеорология – 10 мест. Почеловедение – 10. И биотехнология в этом году также есть бюджет. Впервые 10 бюджетных мест. Мы призываем, приглашаем вас подавать заявление. Кстати, в магистратуру уже можете регистрироваться на сайте и подавать заявление. Вы ограничены лишь датой начала вступительных испытаний. И эта дата примерно 8 августа. – Замечательно. Пройдем дальше по вопросам. Какие учебные практики есть в институте? – Если говорить про учебные практики, они проходят после первого и второго курса. Смотря от направления и пользуясь тем, что у нас здесь присутствует преподаватель, который ведет практику, например, у экологов, вот самая популярная наша практика. – Все практики, в общем-то, начинаются с полевых практик. Эти практики проходят в первый учебный год, между первым и вторым, в летний период. Это целая плеяда предметов – зоология, ботаника, метеорология, почвоведение. Те предметы, которые студенты проходят в течение года, в летний период фактически эти знания закрепляют и получают какие-то практические навыки, которые трудно получить по понятным причинам в отсутствии сезона в зимний период. Это, конечно, очень незабываемое время. Первое время, честно скажу, студентам бывает тяжело, зато второй курс всегда прямо с большой надеждой ждут, когда поскорее начнется практика, потому что это очень насыщенный период. Он, конечно, очень сложный в каком-то моменте в плане обучения, поскольку вроде как школьники бывшие привыкли в лето отдыхать, а тут приходится учиться. Учиться, с другой стороны, это очень активное общение со своими сверстниками, своими одногруппниками и однокурсниками. Это всякого рода незабываемые поездки, походы и экскурсии в леса, поля, луга, дно болота, на какие-то там геологические разрезы и так далее. В общем, это очень интересный и насыщенный период, который, конечно, является такой изюминкой естественно-научных факультетов и, в частности, Института экологии и природы пользования. Это, конечно, очень драгоценное время. Про практику студентов-экологов давайте больше поговорим. Скоро лето как раз-таки. Куда нынешние студенты отправятся? На каком курсе они отправляются на эту практику? Что их там ждет? Как я уже сказал, практика летняя учебная проходит на первом. У нас несколько разных типов практик. И вот в конце первого года эта учебная практика по получению первичных профессиональных навыков, она в зависимости от предмета проходит либо в городе, но при этом производятся какие-то выезды за черту города, либо стационарно. И тогда это стационар, который располагается недалеко от Казани, в очень хорошем местечке. Рядом Волга. Сам стационар находится в окружении леса. Ну вот как-то так. Это стационарные практики. Это зоология в первую очередь, ботаника, метеорология. Едем дальше по вопросам. Сказали про ЕГЭ, какие нужно сдавать. Вопрос следующий. Есть ли помимо единого государственного экзамена еще и внутренние иступительные испытания? Действительно есть. И главным образом об этом стоит задуматься выпускникам колледжей. Кроме того, об этом стоит задуматься иностранцам. Иностранные абитуриенты, кстати, могут уже с 1 марта имеют возможность зарегистрироваться, выбрать вступительные испытания. И вот уже в мае у нас начнется первая волна вступительных испытаний, которые вы также можете пройти и участвовать в конкурсе. Если вы имеете право на бюджет и можете, например, воспользоваться программой соотечественника, то тоже не затягивайте с подачи таких документов. В то же время, если вы претендуете на поступление на бюджет, то вы должны подать документы не позже, чем 15 июля. Если мы говорим про контракт, то вы можете воспользоваться и... Ну, подать так и так надо заранее, но вступительные испытания можете сдавать раньше и быть зачисленными уже раньше, и раньше ощутить себя студентом Казанского федерального университета. Проще говоря, чем раньше все сделаете, тем раньше будете и отдыхать летом, и готовиться уже к 1 сентября. Именно так. Подытожим этот вопрос. То есть, получается, ребята, которые сдают ЕГЭ в 11 классе, для них это не работает. У них только по результатам ЕГЭ приема. Да, и для них сроки до 25 июля. Все остальные, это получается у нас иностранцы. Колледж, кто заканчивает. СПО и по программе соотечественников, они по-внутреннему. Да, они проходят до 15 июля должны подать документы, потому что с 16 по 25 будет череда вступительных испытаний нашего университета, и вам необходимо в них поучаствовать. Те, кто СПО, они также могут выбирать либо ЕГЭ, либо внутренний, да? Да, именно так. Если они не сдают ЕГЭ, то сдают наши внутренние испытания. Хорошо. Двигаемся дальше. Следующий вопрос интересует направление гидрометеорологии. Что это такое? Это очень емкое, большое направление, которое ранее называлось метеорология. Оно претерпело ряд изменений. Изменений в плане расширения, в плане насыщения цифровыми технологиями. И не зря это направление имеет профиль с таким названием, как цифровая метеорология, анализы, прогноз климатических рисков. Дело в том, что студенты обучаются много чему. В том числе даются и цифровые компетенции, компетенции в плане моделирования погодных процессов. Это специалисты, которые работают в дальнейшем в гидрометцентрах. Они работают в том числе в минэкологии. Они работают в аэропортах. Это незаменимые люди абсолютно. Абсолютно. Спрос на этих специалистов огромный. Запросы к нам на кафедру приходят постоянно. И выпускники имеют возможность выбора, куда они хотят поехать в дальнейшем на работу. А если они хотят углубить свои знания, то также у нас по любому направлению нашей подготовки, в том числе и по гидрометеорологии, есть и магистратура. Это тоже очень популярно у выпускников, в том числе популярно у выпускников не нашего института или не направлений, например, не гидрометеорологии. То есть экологи могут поступать на гидрометеорологию. И обратная ситуация. Поэтому мы приглашаем всячески не только тех, кто... в магистратуру не только тех, кто получил базовое первое образование по метеорологии, но также и всех выпускников всех вузов. Мне вот зацепило слово аэропорт как раз-таки. Такое ощущение, что вот это помещение, это здание аэропорта, оно с первого взгляда, то есть там только солидные пилоты, прекрасные стюардессы и толпа китайских туристов и пассажиров. А на самом деле там много кого можно встретить. И орнитологи, и гидрометеорологи, и... Не знаю, там, может, астрологи даже есть. Не менее солидные. Как звезды сложились, такой, нет, сегодня тебе в Сочи лететь не надо. Не менее солидные гидрометеорологи, не менее солидные, чем пилоты. Ну, понимается груз ответственности, то, что если неверно рассчитал все, то, по сути, цена человеческих жизней, которая отправилась в полет, ну, как бы, ответственно, сложится достаточно большая. Да, в то же время там используется очень современное оборудование. Кстати, подобным оборудованием располагает частично и наш институт. Таким образом, это не будет каким-то совсем новшеством. И действительно, метеослужба аэропорта включает в себя не только синоптиков. Это еще и наблюдатели, это еще и прибористы, так как огромное количество метеорологических приборов установлено в аэропорту. Таким образом, специалистов нужно много, как и много у нас сейчас аэропортов, которые модернизируются и все больше и больше накачиваются оборудованием и специалистами. Вот как раз-таки перешли к следующему вопросу. Правильно ли я понимаю, что для учебы на гидрометеорологии нужно хорошо знать информатику? Вот раз там много всяких вот этих вот электронных вещей, много вычислений, нужно ли? На самом деле, не совсем так. Так, смотря какое направление деятельности вы выберете. Студенты со студенческой скамьи, выбирая тему научного проекта, могут выбрать направление деятельности. Так, например, если вам действительно близко программирование, вы хотите заниматься моделями, то действительно у вас этого будет много. Если вы хотите заниматься экологией атмосферы, например, то вы можете сделать акцент на этом, и тогда у вас работа будет связана несколько с другим. Кроме того, важно отметить, что наш институт – это такое единое целое, и если ваша тема близка к теме одного из преподавателей кафедр, кафедр не метеорологии, то вы вполне вхожие, вполне можете работать и над этой темой в том числе. Вот таким образом, все ограничено только вашей фантазией, поэтому не нужно думать, что если вы с программированием на «вы», что это не ваш профиль, это совсем не так, у вас будет широкая такая вилка возможностей, вилка выбора. Лучше старайтесь сделать, чтобы общение было на «ты». Ну да. Я думаю, преподаватели с других институтов КФУ в этом помогут. Да, именно так. И кроме того, чтобы подтянуть этот момент, студенты и самоорганизуются, организуют кружки, например, и часто обращаются к преподавательскому составу за какой-то помощью, часто выбирают научные проекты, с которыми хотят потом связать свою работу, поэтому, в общем-то, ничего лишнего в процессе обучения вы не встретите. Замечательно. Сегодня у нас получился вот такой вот каратенечкий эфир. Вопросы у нас подошли к концу. Ну, как обычно, заключительное слово, пожелание абитуриентам. Да, мы очень вам желаем сейчас, вот у вас самый ответственный момент, поэтому мы призываем вас сдать ЕГЭ хорошо, чтобы ни в коем случае не сомневаться в успехе вашего поступления. В то же время, вне зависимости от того, каким образом вы будете подавать документы, будет это ваш очный приход в университет, подойдите вы их онлайн или через госуслуги, мы призываем вас, в очередной раз призываем вас дружить с нами, связываться с нами. Если какой-то статус вашего заявления, статус, вы подали оригинал по госуслугам, или, ну, например, сделали отметки на госуслугах, что вы подали оригинал, но в нашей системе это не отобразилось, звоните нам, звоните в приемную комиссию, мы обязательно поможем разобраться. Таким образом, для вас не будет неожиданностью успешный исход этой приемной кампании. Спасибо, Тимур Винатович. Ким Олегович. Ну, я только могу пожелать поступать к нам в институт. Как уже Тимур Винатович сказал, у нас все преподаватели всегда готовы пойти на встречу. У нас есть некоторая такая камерность в нашем институте, есть определенный домашний уют. Мы все знаем своих студентов, они знают нас, мы всегда готовы помочь им, они знают, что всегда могут обратиться к нам за помощью. Поэтому, вот, это правда, это честно поступать. Я думаю, вы будете довольны обучением в нашем институте. Большое спасибо еще раз за пожелания абитуриента, мы за то, что пришли. Надеюсь, еще у нас будет с вами время пообщаться и более подробно разобрать все те интересующие моменты, которые можно только поднять перед приемной кампанией. Спасибо. Дву КФУ Лайф для Института экологии и природопользования. Увидимся с вами совсем скоро. Счастливо, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»